Игра и победы на чистом энтузиазме. Так можно охарактеризовать выступление Ивановской регби-команды Белой Акулы. Без какой-либо помощи со стороны властей и спонсоров существует в регионе Федерация Регби. Тем не менее, на состязаниях ребята отстаивают честь всей области. Недавно команда Белой Акулы вернулась с чемпионата России по регби. Ребятам удалось занять шестое место. Своим результатом спортсмены не гордятся, считают, что могут и лучше. Ощущения отличные. Команда за последние вот эти вот игры большие плюсы получила. Как от соперников, так и внутри команды очень большой опыт был приобретен. Потому что команды были на много раз нас выше. И по всем турнирам и по показателям. Но мы им показали свое, что у Акулы есть зуб. И мы им все еще покажем впереди даже. В регионе Федерация Регби появилась около трех лет назад. С каждым годом этот популярный в западных странах вид спорта набирает обороты. Сейчас, рассказывает президент Федерации Михаил Маров, все большее количество людей хочет заниматься. Этот спорт как наркотик. Один раз попробуешь и остановиться невозможно. Поиграть хотят не только сильные юноши, но и девушки, и дети. Зрители, посмотрев игру, на несколько недель запасаются адреналином. Тренировки проходят на стадионе автокраны три раза в неделю в любую погоду. Впереди у спортсменов так называемый мертвый сезон. И проблемы с финансированием выйдут на первый план. Сейчас зима, становится холодно, темнеет рано. Многие ребята работают, учатся. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас был хороший зал, оборудованный матами, чтобы можно было отрабатывать полностью и технику игры, и командное взаимодействие. Чтобы процесс не прерывался тренировочно. Потому что сейчас два-три месяца вылетают. Это очень большая потеря для командного вида спорта. Потому что мы много забудем во время отдыха зимнего. Каждый, рассказывает члены команды, здесь может найти себя. В федерацию принимают всех, вне зависимости от внешних данных, веса и роста. В команде есть профессиональные борцы, рукопашники, легкоатлеты. Те, кто посильнее и мощнее, становятся форвардами. Более юркие и маневренные – полузащитниками. Чтобы добиться успеха в этом спорте, нужно показать характер и силу воли. Это командная игра. Здесь, наоборот, только здесь ты чувствуешь, что у тебя действительно есть друзья. Ты знаешь, что у тебя справа подтянут, там слева подтянут. Ты чувствуешь плечо товарища своего. Здесь неважно, ты весишь 200 килограмм, ты весишь 50 килограмм. В свой комплект ты найдешь место в строю. Как говорил Путин, я знаю свое место в строю. Так и здесь ты найдешь свое место. Один на регби-поле точно не воин. Ребята за свой счет покупают экипировку, мячи, сами делают станки для схваток. Самостоятельно собирают деньги на поездки на чемпионаты и крупные соревнования. Так, без помощи извне, уже развалились несколько регби-команд. Но белые акулы не отчаиваются. Хотелось бы поддержки со стороны властей, потому что команде очень часто не хватает спонсоров. Нам нужна экипировка, нужны спортивные инвентарь. Нам постоянно приходится вносить свои личные средства для поддержания игры. Планы у ребят грандиозные. Поездка на состязание в Белоруссию, турнир семи в Ивановской области. Ну и, конечно, регулярные тренировки. Скромные регбисты о своих проблемах не кричат и внимания к ним не привлекают. Тем не менее, акулам тоже нужна помощь.